Баграт Гагамич, в последнее время все больше и больше конференций, мастер-классов, каких-то направленных на молодого специалиста. Что изменилась целевая аудитория или это тенденция времени? Как вы считаете? Очень хороший вопрос. На самом деле традиционно мы проводили всегда пять больших конференций российского масштаба, но стало понятным, что огромное количество технологий внедряется в нашу специальность. Огромное количество. Их надо осваивать, их надо внедрять. А так просто не внедришь. Эти технологии являются реально очень трудными технологически. Поэтому мы приняли решение правления нашего общества, что мы должны организовывать мастер-классы прямо на местах. Наша задача, кроме того, что мы будем проводить или проводим уже эти мероприятия в рамках наших всероссийских конференций и конгрессов, нам принципиально важно прийти в регион. И в этом году мы уже провели шесть региональных мероприятий для федеральных округов по направлениям различных мандоваскулярных оргий, которые предлагают главные специалисты федеральных округов. Они выясняют, какие проблемы есть, что больше интересует. Условно там нарушение мозгового кровообращения, острый коронарный. Любое направление. И мы в этом году уже провели шесть таких региональных обучающих курсов. Там идет разговор в основном, как это надо делать или как не надо делать. Вот мы крен вот такой изменили чуть-чуть именно на обучение, потому что то количество операций, которые мы делаем, мы не можем обеспечить без обучения. Ну и специалистов больше и больше становится, переходящих из других специальностей. Это из-за чего? Внедрение технологии смежной специальности или какой-то тренд времени? Ну мы долго добивались нашей специальности. Семь лет мы били за это, с 2002 года. Наконец нам это удалось. Причем это удалось тогда, когда руководителям Минздрава стало понятно, что это направление крайне важно. И когда в 2008 году была принята национальная программа по лечению больных с острым инфарктом миокарда, острым инсультом, то стало понятным, что, а как, надо же готовить людей. А кто будет готовить людей? И тут, конечно, наши пожелания, наши просьбы, это все было услышано. В 2009 году, вы знаете, постановлением, решением была внедрена, была образована специальность рентгенно-эндероскулярной диагностики и лечения. И началась программа по инсульту и инфаркту. И на этом фоне, конечно, резко увеличилось количество специалистов. Мы открыли клиническую ординатуру, переподготовку. И тогда министр здравоохранения Российской Федерации Скворцова, а Голикова тогда была министром, а Скворцова была заместительным, они поставили конкретную задачу. Так как направление перспективное, оно будет внедряться во все области практически, во многие области, будем говорить так, медицины, то надо сделать таким образом, чтобы специалисты других специальностей, например, кардиолог, кардиохирург, сосудистый хирург, невролог, нейрохирург, уролог, гинеколог, чтобы они, пройдя переподготовку, могли прийти в наши специальности. Вы знаете, вот прошли годы, условно, сейчас у нас 2300 специалистов в стране, это более чем достаточно, мы практически покрываем сегодня потребность страны. Да, не беру, есть, наверное, какие-то регионы, где не хватает какой-то клиник, но в целом мы сегодня обеспечили именно благодаря созданию специальностей и открытию двери. Мы открыли двери для других, то есть других наших коллег, которые освоили и сегодня успешно работают вместе с нами в этом направлении. А как правильно, вот молодые всегда спрашивают, в какую ординатуру пойти, где обучаться, как правильно выбрать? Вы знаете, это выбор сегодня человека, у нас сегодня нет вопросов. У нас сегодня вот эти кафедры по рентгенно-носкулярной диагностике, есть кафедры среди сосудистых хирургии рентгенно-носкулярной, кардиологии рентгенно-носкулярной. Это выбор любого человека, куда идти, как идти, поэтому сегодня таких проблем у нас нет. На первом этапе, как вы считаете, акцентировать больше внимания нужно на операционной или на научной деятельности специалисту? Ну, для освоения, конечно, технологии, конечно, это первая практическая деятельность. Ну, давайте говорить так, да, я понимаю, что у нас новая специальность, много инноваций, и, конечно, в любом регионе страны, и так оно и есть сегодня, у нас 400 центров в стране функционируют по рентгенно-носкулярной хирургии, так? Ну, надо понимать, 850 тысяч пациентов проходят через нас, через 2300 специалистов. Это очень серьезные цифры, причем потенциал такой, что через пару лет мы выйдем за миллион, а потребность страны будет миллион 200, миллион 300 всего. И тогда мы покрываем всю территорию нашей страны. Это очень важные вещи, которые мы должны сделать. Поэтому вот реально вот эта подготовка, она крайне важна для нас. И как только они готовы, то, конечно, что касается науки, ну, не каждый хочет заниматься науке. И не везде доступны. Но сегодня у нас очень много региональных центров нашей страны, которые очень активно работают, публиковываются. Поэтому я думаю, что вообще все, по-моему, идет очень-очень неплохо. Какой стаж, вы считаете, должен быть у специалиста, чтобы его можно было рекомендовать? Ну, когда вот он уверен? А рекомендовать куда? Для вмешательств. Смотрите. К сожалению, в нашей стране есть определенные каноны. Клининский ординатор и аспирант, они не имеют права выполнять самостоятельные операции. Есть такой факт. Ну, знаете как, вот я просто знаю на своем примере, где там аспирант, если мы видим перспективного человека, мы точно хотели бы этого человека видеть в штате конкретного отделения, то мы этому человеку даем полставки врачебные. Он получает… Вначале он проходит переподготовку. Нет, у него есть уже диплом генендоваскулярного, но без получения ставки врача он не может работать. Мы даем полставки, аспирант, обучаясь в аспиранторе, он, соответственно, имеет право работать. Ну, вот по-разному. Людей можно учить и год, и два, и пять. Но я считаю, что за два-три года… И это показала практика. У нас всего-то было, извините, 20 лет назад у нас было 200 человек в стране. 37 центров было. А сейчас, посмотрите, в 11 раз увеличилось количество центров. Понимаете? Поэтому это всё понятно. Какая из областей рентгенхирургии вы считаете самая сложная и, возможно, требует суперспециализации, дополнительного обучения, сертификации? Тоже хороший вопрос. Я бы просто вынес бы из каждого направления определённые разделы. Ну, например, патология сосудов, патология аорты и периферии. Очень важно. Но посмотрите, на мой взгляд, самый тяжёлый раздел – это проблема лечения больных с критической ишемией нижней конечности. Почему? Потому что очень длительные процедуры. Многие не хотят заниматься. Это иногда по четыре-пять сотницы одна операция. И вот освоить немногие… Вот коронарная проблема, вот мы делаем 260 тысяч стендерни, это сегодня рутина. Динамика, потому что… Динамика. Да очень быстро всё эффективно. Здесь более тяжёлый труд. На мой взгляд, вот эндопротезирование аорты – технологически они простые процедуры. Вот тяжелее всё-таки делать вот такие… Знаете, проходить какие-то мелкие сосуды – одну артерию, вторую, на протяжении, когда у вас 20-30 сантиметров закрыто. Вот это сложно. Что касается вот именно периферии, на мой взгляд. Все остальные ангиопластики сегодня – это при патологии аортопериферии, они рутинные. Они выполняются. Второй раздел, ну, можем говорить, структурные заболевания. Мне кажется, проблема есть с рождёнными по рукам и сердцу. К сожалению, мы всего выполняем 6 тысяч операций. Сегодня эндоваскулярная хирургия занимает 40% всех операций у детей. Уже 40. Но через год-два это будет более 50. То есть это очень серьёзный прорыв. И вот здесь, конечно, если у вас есть клиники, мы должны усилить их. Я понимаю, что не так много пациентов с рождёнными по сравнению с сосудами, по сравнению с коронарами, но это там есть технологии, которые требуют особого подхода. Ну, стантирный лёгочный артерий, это стантирная корректация. Это относительно такие тяжёлые, непростые процедуры. Я уже не говорю при сложных пороках там. Ну, я не хочу сейчас останавливаться, но там реально должны получать подготовку очень серьёзную. Второй раздел. Ну, вот мы говорим ТАВИ сегодня. Транскотетерная имплантация. Ну, вот понимаете как? Сегодня выполняется огромное количество операций на Западе. Вы знаете, американцы прошу мудрость сделали 82 тысячи операций ТАВИ. 82. Сегодня 88% в Америке – это ТАВИ. И только 12% открыто. В Германии – 75-79%. К чему? Это тоже рутинная процедура стала. Вроде было сложно, теперь новые процедуры. Метральный клапан, метроклип. Вот мы внедряем сейчас в нашей стране, уже есть определённый опыт, ряды центров федеральных. Ну, знаете как? Довольно-таки длительные процедуры, непростые. То есть надо осваивать, хорошо знать техокардиографию или как минимум хорошего специалиста. Ну, вот те трудности, которые есть. Все остальное сегодня – коронарная проблема. – Нейра может быть? – Нейра – это абсолютно… Да, извините, хорошо. Это новый раздел. И здесь, конечно, тоже прорыв происходит. В прошлом году мы сделали только при Остром и Шемицкой Масульке более 4 тысяч операций. И в этом году, я думаю, это будет увеличено, может быть, даже в два раза. Это уже будет идти… Есть национальная программа. Понимаете? Поэтому, ну вот, наверное, я выделил вам наиболее ключевые, наиболее сложные процедуры. Всем интересно, конечно же, как вы ощущали себя в начале пути? Помните ли вы эти эмоции, настроения свои? Ну, когда я пришёл… Когда вы пришли в профессию? Я пришёл студентом после окончания института. Это было очень давно, это был 75-й год. И тогда у нас была только диагностика. Мы всех больных с врождённой пороги катетеризировали, приобретенные пороги катетеризировали. Коронарография уже была, так… И, соответственно, единственная операция, которую мы выполняли, единственная операция, это была операция Рашкинга, адресептестамин у новорождённых. Это мы делали… Я работал, ну, 42 года проработал в Бакульском центре, и вот это было внедрено. Именно вот центр наш позволил внедрить в стране эти операции, жизнеспасающие операции новорождённых. Ну, вот на этом всё. Дальше уже где-то уже к 80-м появились некоторые педагогические операции, и уже чуть попозже, рождённые пороги. Ну, и 77-й год, и 94-й, это 95-й, когда внедрилось центрирование. Ну, сегодня мы имеем то, что мы имеем. Но вначале вы чувствовали, правильной дорогой идёте? Или были сомнения какие-то? Нет, у меня как. Я пришёл, для меня было очень интересно, но в 75-м году появились первые эхокардиографы. Евгений Иванович Чазов закупил эхокардиографы, и сегодня академик Беленков, значит, работал у профессора Мухарлема в кардиоцентре, Беленков – это ребята, которые работали очень активно, и внедряли эхокардиографию. И вдруг мне стало понятно, что эхокардиографию вот сегодня всё вытеснить при вражённых порогах. А я тогда занимался, очень любил этого. Ничего там не будет, понимаете? Но 77-й год вот эта баллонная дилатация, вот этот рывок был. И даже у меня было такое мнение, я шёл полгода к академику Буракос, но так и не дошёл, наверное, слава Богу, что я хотел прийти, чтобы он меня перевёл в кардиохирургию. Но вот 77-й год он был таким ключевым, баллонная техника, и стало понятно, что есть перспективы. Ну вот сегодня мы пожинаем плоды вот того, что произошло. Но если говорить о развитии рентгенхирургии вообще в дальнейшем, или медицины будущего, она связана с лучевыми диагностиками, с методами? С лучевыми, да. Без лучевых, скорее всего, ничего не получится, по большому счёту. Так? Вопрос другой. Какие лучи? Во-первых, идёт разговор о дозировке. Какие методы? Ну, сегодня эхоактивно мы используем, и, конечно, сегодня… Ну, вот операцию метроклипа вы проводите условно, да. Но носкопия нужна в любом случае. И уже интеграция идёт? Мы, понимаете, мы уже… Есть такая клиническая апробация – стентирование коронарной артерии без контраста. Ну, это понятно. Устевые какие-то стенозы на пролонгирование сложно. Но если у вас устевые какие-то стенозы… Вот мы сейчас… Ну, уже в стране начали вот в прошлом году и в этом году. Это интересно. Особенно у больных, у которых… Которые страдают очень недостаточно. У них высокие креатинины. Здесь, конечно, если устевой стеноз, сегодня можно под контроль мультразвука сделать. Поэтому я думаю, что лучевые методы будут основаны. Ангиография умирает. Я думаю, что… Ну, просто вот сейчас технологии внедряются очень много в ангиограф, да? Это ПДКТ, всё… Да, ПДКТ всё вместе, да, конечно. Вполне возможно, что это будет… Нет, это не вполне… Это почти на сто процентов будет так. Но с копией всё равно остается. Вы не можете без этого, понимаете? Ну, вот наш отечественный рынок, насколько он способен и возможен? Может быть, какого-то прорыва мы ждём? И какой шаг должен быть, возможно, сделан обществом для этого? Для внедрения российских технологий, да. Для внедрения российских технологий, да. Ну, знаете как, к сожалению, я очень хорошо вспоминаю 90-е годы, развал Советского Союза. Ну, всё остановилось. Военно-промышленный комплекс остановился. И, знаете, в 90-х годах они ринулись в инсильские учреждения. И начали предлагать. Я помню, у меня даже есть два патента на стенты. Это был патент, который я помогал корпорации нашей, российской. И мы это сделали. Но когда я стенд взял в свои руки, я понял, что этот стенд имплантировать нельзя. То есть, понимаете, это не так просто. Вот легко сказать, возьми и сделай. Да. Понимаете, вот это мы должны понимать. И я думаю, сегодня мы это хорошо понимаем. Когда времена изменились, нам сейчас тяжело на самом деле. И импортозамещение бесспорно. Но поэтому я к тому, что сегодня мы всё-таки на нашем рынке имеем уже ряд стентов российских. Они могут быть условными российскими, но неважно. Это стенты, которые не могут быть подвергнуты каким-то влияниям. Они пройдутся на территории Российской Федерации, и мы их используем. И сегодня доля российских стентов на рынке где-то около 25-30%. Это не так плохо. Появляются новые. Я думаю, что если они достойны, а почему нет? Но мы не можем отказаться от лучших стентов. Этого нельзя допускать ни при каких обстоятельствах. Понимаете? Потому что выбор есть человека. Как? Но мы же должны. Понимаете? Поэтому в этом отношении появление новых. Сейчас ряд компаний работают над высокотехнологичной такой медициной. Создание родящих устройств. И это приветствуется. Но это надо доказать. Понимаете? Без доказательной базы нельзя просто брать стенты и имплантировать. Нельзя брать какой-то окклюдер и имплантировать. На Западе это правильно. Они проходят все этапы. И пока вы не прошли эти этапы, вы ничего за это не можете. Спасибо большое. А есть цифры у вас? В этом году как? Увеличилась по сравнению с прошлым годом? Ну, ваши продажи, я понимаю. Ну, конечно увеличилась. Ну, как? Ну, в два раза или сколько? В процентном соотношении не скажу, но точно увеличилась, потому что у нас и новые продукты появились, и аспирационные катетеры новые, и клиник больше добавилось, процедур больше. Поэтому, конечно, увеличилась. К концу года будем в итоге подводить, смотреть. Ну, давайте. Удачи вам. Спасибо. Удачи. Для нас тоже очень важно иметь доступ и поддержку вот с самых последних научных разработок и поддерживать медицину, насколько российскую, которая нуждается в самых современных разработках. Здорово, что вы как лидер этот процесс только убыстряете, особенно это ценно в такие сложные времена, как сейчас. Да, многое сделали вместе, мне кажется, очень интересно. Все еще впереди. Вот я сейчас говорил, по такой машине, которая стоит, радикально все изменит, я вас уверяю. Еще раз, вот это синтакс исследования, на котором все рекомендации идут по шунтированию и стентированию. Если бы FAME-исследование показало, исследование, которое IFR определяет, что если бы синтакс, на котором все рекомендации 10-летний данный, но сегодня работают, если бы они использовали бы FFR, то 8-6% больных не вошло. Там нет трехсосудистых больных. Не по рекомендациям делалось и шунтирование, и стентирование, а более того, мы сегодня ориентируемся на рекомендации, кого надо направлять на шунтирование. Таким образом, это радикально меняет. И вот эти публикации… Сегодня мы будем на визуализации говорить. Проходите, послушайте. Радикально все изменилось. И вот эти визуализации, FFR, понимаете, а геретная томография просто разрушает все. То есть мы не имеем права делать артерии, которые не надо трогать. Коронарный хирург тем более не имеет права. Потому что если мы поставили стенд пограничный, это еще ничего. Но если коронарный хирург наложил шум в пограничный станок, шум закрывается через год. Вот это принципиальные вещи, которые не прошу вас, вы все время об этом говорите. Это доказанная вещь. Вы же конкурируете. Не по показаниям. Одно дело стенд поставил 50-60%. Да, может быть, расстановился. А тут это серьезные вещи, которые могут привести. Поэтому мне кажется, что есть нам… И будущий год будет важный. По рекомендациям, я думаю, они появятся. И так ценно, что сейчас это попало в систему государственных гарантий. Это просто нельзя даже оценить. Это было здорово, да. Потому что большая работа была сделана. Задают вопрос, какой процент будет на будущий год этого всего. 0,7-0,8 я показывал вчера утром. А требуется 20, наверное. У меня ощущение будет, что в этом году в отделах 6-7%. Но это уже хорошо. И если мы добьемся, что у нас будет в течение 2-3 лет, дойдем к 25-30 визуализации или ПФР, это будет серьезно показаться. Это и у вас в бизнесе будет, но только в бизнесе. А именно поднять этот уровень качества лечения. И закончить эту проблему личный стенд. Понимаете, вот мы сейчас… У меня молодой доктор засчитывал диссертацию буквально в прошлый четверг. Мы просто взяли группу больных, проследили за ними. Смотрите, взяли больных, у которых… Условно 100 больных. Всем решением команды сердечной 16 больных по рекомендациям идут на коронарное шунтирование. Остальные на стентирование 1, 2, 3 и 3 пациента на оптимальную медикаментозную терапию. После этого сердечная… Мы всем сделали АФР. Всем. 100 больных. И что вы думаете? Из 16 больных, которые на коронарный шут, ни один не прошёл. Потому что там не было трёхсосудистого поражения. Более того, у трёх больных не было вообще поражения. Это пограничные были сужения. И таким образом стратегия изменилась у 86% больных. Вместо трёх стендов трёх сосудов поставили в 2 или в 1. И количество больных на оптимальную в этой группе из трёх увеличилось до 20. Вы понимаете, о чём я говорю? Это ещё выше результаты, чем были раньше. Я об этом говорю. И сколько пациентов не получило инвалидизирующую операцию и остались и вышли уже домой здоровыми людьми. Вот эти вещи, которые должны стать буквально из уст. Вы всё время должны об этом говорить. Знаете работу. Это очень важно – не просто картинку показать. – Павел Викторович, подразделение «Филипс Вулкана» старается как раз поддерживать эти образовательные активности. – Мы видим по этой картинке. – Мы стараемся это делать максимально. В будущем планируем расширять образовательную активность, в том числе на базе Центра экспертизы в вашей клинике. Конечно, главное, надеюсь, всё получится. – Я ещё раз говорю. У нас программы разные. Вот эти пять крупных российских мероприятий. Давайте эти вещи будут обязательно как первый день. Мастер-классы будем делать реальные, как мы начали, и улучшать это. Поверьте, это будет здорово. Плюс наши программы по федеральным округам. Пока у нас есть трудности финансовые, но мы, как только дойдём до этого уровня, перенеси это в регион. Понимаете, в тот день… Вы же показывали, да? – Первый день. Мастер-класс для молодых. – Смотрите, я сейчас бойцов говорю. Ваши сотрудники там показывали. Это же здорово. Крупным планом люди сидят и видят, как не надо делать, а как надо делать. Мне кажется, что это очень такая штука. Спасибо вам, что вы с нами. – Спасибо вам. – Пожалуйста, готовьтесь. У нас следующая всероссийская конференция в декабре, 15-16 в Питере по нарушению мозгового кровообращения. Давайте ваши соображения максимально быстро. Мы сейчас оставляем программу. Научные уже есть. Именно обучающие дать ваши предложения. Мы это организуем и проведём. Давайте только быстро. Это должно быть всегда у нас. Это вы должны понять. И более того, наша программа проводить в федеральных округах. То, что у нас есть, мы это будем делать. Мы уже провели 5-6. Это будет локально для федерального округа. Это всё надо приехать туда и всё провести. Это мы договорились. Так что активнее работаем. Удачи вам. Спасибо большое. Высокотехнологичный продукт. Один из самых широких модельных рядов будет на рынке. Может быть имплантировано в фиброзное кольцо от 16 и до 32 миллиметров. Аналогов, собственно, не будет, когда он появится. И всё это, причём, может быть имплантировано через единый интродюсер 14 French. Очень низкий профиль системы доставки. Очень широкий модельный ряд. И очень прекрасные, очень хорошие результаты. Вот буквально ожидаем уже, что регистрация будет в этом году. И рассчитываем в том числе и с вами продолжать сотрудничество. Кроме того, мы бы хотели не только выступать как коммерческая компания, которая продаёт эти клапаны, но и как компания, которая могла бы поддерживать развитие и обучение врачей. Мы хотели бы сейчас в планах открытие тренинг-центра в Москве, крупного тренинг-центра, который будет работать на всю Россию и СНГ, чтобы мы могли приглашать врачей, которые могли бы обмениваться опытом друг с другом, приезжать из различных стран, проводить тренинги, мастер-классы и тому подобное. И, естественно, в этом нам тоже будет очень важна ваша поддержка. Нет, поддержка будет. Я хочу, чтобы поддержка... Смотрите, мы уже говорим. Все наши мероприятия российского масштаба, вы знаете. Прекурс. Вот завчера вы были здесь? Конечно. Вы видели, какой интерес у людей? Полные залы. Да. Об этом вам надо думать. Научные программы, вы можете пару докладов поставить. Всё это так, но людей надо обучать. Конечно. Знаете, вот это надо всё рассказывать реально. В противном случае... Да. Ну, посмотри, как ребята работают. Да. Это огромный интерес у людей. Здесь вы должны проявлять эту активность. Именно обучающие. Сегодня мы на всероссийском делаем, но мы будем делать их в субъектах федерации. Собираем федеральный округ один. У нас их восемь. Да. То есть вы будете готовы. Но для этого надо показать как минимум на нашем каком-то. А вот дальше, если вы готовы и вам это интересно, мы даём вам площадку региональных. Вы выберете любую... Там северо-запад, Сибирь, я не знаю. Вы сам выберете и в любом погоде. Да. В конце года нам получат регистрацию. Потом мы... Подумайте. Вот это очень важно, что мы смогли это сделать. Встречаем и потом поговорим в следующий год. Как мы сделаем это. Придачи вам. До свидания. Спасибо вам большое за внимание. И задачи, которые мы перед собой изначально поставили – обеспечить медицину качественными эндоскулярными инструментами и прочим оборудованием медицинским, мы стараемся выполнять. В нынешних условиях последние полгода нам трудновато. Думаю, как и всех. Потому что не все, так как мы, стараются выполнять обязательства, в том числе наши партнёры за Блюжом. Мы стараемся выходить из положения. Расширяем ассортимент. Договариваемся не с западноевропейскими державами, а с восточноевропейскими, с восточными. И в основном только с теми, кто не уступает в качестве, конечно, нашим прежним производителям. Вот такая история. Поэтому стараемся, выходим из положения. Я думаю, что, по крайней мере, те задачи, которые мы перед собой ставим, они будут решаться и дальше. Такая компания, как ЭБО, они не должны вот так выглядеть. Не должны, конечно. Согласитесь. Ну и с ними договориться не так просто. Вы понимаете? Они долго думают, как это организовать. Понимаете? Мы должны думать. Лучше нам не будет, пока в ближайшее время. Но искать пути какие-то нам надо. Правильно? Мы будем делать всё для того, чтобы было. По крайней мере. Удачи вам. Российский разработчик, производитель. В принципе, наверное, нас большинство знает. Продукты наши традиционные. Стенты коронарные с лекарственным покрытием. Баллоны коронарные. Продукты для структурных заболеваний. Оклюда Ружка. Уже зарегистрировали? Он зарегистрирован. Он достаточно активно применяется. Мы где-то треть всей потребности российского рынка в этих устройствах закрываем. То есть он аналог известен? Треть. Ну вот смотрите. Я вчера показывал… Сколько у нас было ушек в прошлом году? 304. Вашей статистике, да. И какой вот ваш процент? Ну, 2021 год это будет, правда. Да, 2021 год. Ну, чуть меньше 100. Поэтому я говорю, это так немножко натянута до третьей. Но, тем не менее. Тем не менее, в принципе, устройство известное многим. То есть оно аналогично другому устройству. Соответственно, если будет больше квот, потребность в устройствах есть… Ну, видите, сейчас клинопробации, они вот так заканчиваются. И потом с надеждой, что мы откроем уже ВМП. Нет, так а тариф есть ВМП. Тариф есть ВМП… Ну, это ограничено. Ограниченное количество. И перевести ВМС. Вот о чем тут задача. Это в чем? Клинопробация, ВМП и дальше… Да. Вот как только многие вещи удалось перевести ВМП, если дорога открыта, тогда уже соответственно… Да. Тогда и объемы растут. Это, кстати, одно из наших устройств новых. Стэн ретривер, да? Тоже зарегистрирован? Он зарегистрирован, да. Кто-то использовал уже? Его использует много кто. Наверное, все регионы страны его используют. Он также аналогичный… То есть вы уже продаете его? Мы его продаем, да. И мы продаем. В этом году мы их продали 300 ретриверов. То есть у нас есть своя экспериментальная лаборатория – Ветлаб. Соответственно, опытные специалисты делятся опытом с начинающими. Главные вещи – стенд – супрафлекс круз с ультратонкой балкой, самая тонкая балка на рынке – 60 микрометров. Ни у кого такой нет у всех диаметров стендов, если осмотреть. Вот это слово, которое вы говорите. Я тоже умею что-то делать, но что это мне дает? Ну, тонкая балка что дает? Во-первых, доставляемость стента лучшая, она самая лучшая. Я кое-как не использовал. Я точно знаю, что лучшая проходимость была у Метроника. – Была, пока не появился супрафлекс круз. – Не знаю. Вот мы не работали. Я не просто говорю. – Хороший повод начать. – Нет, нет. Я просто говорю то, что я знаю. Например, резолют, я считаю, что исходно он на баллоне. Вы знаете, как он? – На спринтере, по-моему. – Спринтер – это был идеальный баллон для прохождения окклюзии. Он ничего не проходит. Ты берешь 1.0, 1.0, 1.25 и проходило. И такой же получился не то, что стент, а потому что баллон. – В совокупности баллона и стента. – Вы считаете, что проходимость именно такая хорошая? – Ну, если мы сравнивать… – Нет, потому что там в основном за счет баллона. Понимаете, как? – Профиль. Еще же тонкий профиль. – Ну вот, если смотреть, например, по толкающему усилию, если сравнивать с толкающей усилием, для того, чтобы провести стент до места назначения, то самое меньшее толкающее усилие должно прикладываться именно в супрафлекс круз. Ну, это совокупность баллона и тонкой балки. – Понимаете, понятно. – По метронику, ближайший у них сейчас Оникс, он будет в последнем месте, собственно. Гораздо лучше те же ктаинцы. – Вот, кстати, этот ктаинцы в синих таких коробочках. – Алпайн. – Алпайн, по-моему. – Вот они хорошие проходили. Вот я даже их близко подвел к резолюту. Мне так кажется. Я могу… Так что… – А у этого еще тончий. Это прям знак попробовать. – Ну, там еще плюс тонкая балка. Это меньше воспаление, соответственно, стенки сосуда. Ниже риск тромба. – Знаете, мы этого не видим. – Мы этого не видим. – Мы это знаем. – Мы это знаем. – И это пока так не очень доказано. – Есть доказательная база, да? То есть как раз непосредственно у нас есть… – У нас сравнительное исследование, рандомизированное, мультицентровое, которое проведено под патронажем Патрика Сиройса. Трехлетнее наблюдение. Патрик Сиройс возглавлял комитет исследовательский как раз сравнение стентов Супрафлекс с стентами семейства Зайенс. И, собственно, была цель показать, что Супрафлекс не художит, то есть Non-Inferiority. Эта цель была достигнута. И исследование было представлено и на Писиаре в 2021 году. И опубликована статья в Евроинтервеншнл в 2022 году. То есть такая очень серьезная работа. Не все могут похвастаться такими результатами. – Удачи вам. – Спасибо. – Мы хотим поблагодарить вас за возможность принять участие в столь большом и интересном мероприятии. Мы будем рады сотрудничеству. Это для нас прекрасный опыт. Мы молодая компания на российском рынке. Мы недавно представлены. На сегодняшний день представлены только коронарными стендами. И совсем недавно был зарегистрирован третий коронарный стенд в России. – У меня кто-то был от вас. – Фаерхок. – Не так давно. – Возможно. Скорее всего, наш директор. – Да, да. Я вот просто увидел. У меня и два стена. – Мы продолжаем работать на российском рынке. Продолжаем активно. Продолжаем развиваться и предлагать новую продукцию. Мы на сегодняшний день выдвинули и предлагаем российским пользователям наш новый сайт образовательных программ, где собраны мастер-классы, вебинары и все, что накоплено нашим европейским, в том числе офисом, с ведущими европейскими в основном специалистами. И на сегодняшний день, поскольку это только новая инициатива этого года, мы тайно надеемся, что и русские врачи, российские врачи смогут также представлять свои мастер-классы на этом портале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова